Шейх Халифа – президент и верховный главнокомандующий Объединённых Арабских Эмиратов. Эмир Абу-Даби – один из самых богатых правителей мира. В этом видео мы расскажем вам о лидере процветающих эмиратов и, фигурально выражаясь, заглянув в его кошелёк, узнаем, как он распоряжается своим баснословным богатством. Шейх Халифа – как живёт президент Объединённых Арабских Эмиратов и куда тратит свои миллиарды? Шейх Халифа бин Заид бин Султан Аль-Нахайян родился 7 сентября 1948 года в Эль-Айне, известным сегодня как один из крупнейших городов Эмирата Абу-Даби, которым на тот момент правил его отец Шейх Заид. Правда, то, что сейчас называется городом Эль-Айн, тогда было шестью маленькими разноплемёнными деревеньками, находящимися вдали от моря, в которых отсутствовала простейшая инфраструктура, не было дорог, электричества и образовательных учреждений. Именно под руководством отца нашего героя в оазисе началось активное строительство, оживилась торговля, стало развиваться земледелие. Одним словом, Эль-Айн начал развиваться и процветать. Детство Халифы проходило в форте Каср-Аль-Мувайджи, служившем тогда резиденцией шейха, а начальное образование он получал в единственной школе города, которая была построена его отцом. Но всё же самые ценные знания мальчик обретал в общественных миджлисах – собраниях советов общин, которые проходили в присутствии правителя или вождя племени. Одним из них заведовал отец, который, ко всему прочему, часто брал с собой халифу в поездки по региону, прививал ему чувство ответственности и доверия, сближая сына с племенами, которые были благодарны за улучшение качества их жизни. Вторым миджлисом, оказавшим не меньшее влияние на формирование характера будущего правителя, стал общественный совет его деда по материнской линии – шейха Мохаммеда, который был известен своей мудростью. В юности будущий правитель учился в Лондоне в Королевской военной академии в Сан-Херсте, выпускниками которой являются многие известные политики и члены королевских семей. Шейх Халифа с ранних лет был окружен любовью и заботой своей матери – шейхи Хессы и бабушки – шейхи Саламы, которая занимала высокое положение в обществе. Поэтому, создав свою семью, будущий правитель всегда помнил о важности женщин и поддерживал стремление супруги к общественной деятельности. А женился Халифа очень рано – на момент свадьбы ему не было и 17 лет, а о невесте вовсе исполнилось только 13. Его избранницей стала шейха Шамса, которая выросла в пустыне Эль-Айна и получила образование в школе Заида. Окончила она ее, правда, уже после замужества. Затем она вступила в Ассоциацию Женского Возрождения, где получила дипломы начальных и средних классов, а со временем стала студенткой Эмиратского университетского колледжа экономики и бизнеса, который окончила в 1980 году. Шейха Шамса стала единственной супругой будущего правителя, что резко выделялось на фоне семейной жизни отца Халифы шейха Заида, у которого, по разным данным, было от 7 до 9 жен. Супруга Но это произошло со временем, а пока стоит рассказать о том, как шейх Халифа пришел к власти и с чего начинал свою политическую карьеру. В 1966 году шейх Заид совершил дворцовый переворот и, отстранив от власти старшего брата, который стопорил развитие Абу-Даби, стал эмиром княжества. Как известно, в Эмиратах власть передается по наследству, и в этом вопросе нашему герою очень повезло. Ведь среди 33 детей шейха Заида именно Халифе суждено было родиться старшим сыном. После переворота 18-летний Халифа был назначен мэром Восточного региона, а также главой судебного департамента в Эль-Айне. В этой должности шейх Халифа зарекомендовал себя как достойный сын своего отца и продолжил развивать родной город, особенно сельскохозяйственную сферу. 1 февраля 1969 года шейх Халифа был назначен наследным принцем Абу-Даби, а на следующий день главой Министерства обороны. В 1971 году по инициативе шейха Заида произошло объединение Эмиратов в федеративное государство, в котором он занял должность президента, а город Абу-Даби в одноименном Эмирате стал столицей. Тогда же шейх Халифа взял на себя множество руководящих должностей, став премьер-министром, главой Кабинета министров, министром обороны и финансов Абу-Даби. В 1973 году герой нашего видео стал вторым заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а в 1974 – председателем Исполнительного совета Абу-Даби при своем отце. В те годы шейх Халифа контролировал реализацию всех крупных проектов как на местном, так и на федеральном уровне. Под его руководством Абу-Даби превратился в современный город с развитой инфраструктурой и большим количеством возведенного жилья для горожан. Также политик отвечал за создание инвестиционного управления, которое должно было обеспечить привлечение финансов в регион. Шейх Халифа с поставленными задачами успешно справлялся и зарекомендовал себя как отличный управленец. В 1976 году мужчина стал заместителем командующего Вооруженными силами ОАЭ и в новом звании в государственной иерархии уступал только своему отцу. В этой должности шейх Халифа уделял много внимания укреплению обороноспособности страны, создал военные учебные заведения и закупил новейшее оборудование. В 1980 году он возглавил Верховный совет по нефтяной промышленности, что доказало колоссальное доверие шейха Зайда к сыну, ведь эта сфера является стратегически важной для ОАЭ. Шейх Халифа следил за добычей нефти и газа в Абу-Даби, руководил экологическими исследованиями и способствовал развитию агентства дикой природы. Кроме того, в 1981 году шейх Халифа учредил департамент социальных служб, который предоставлял гражданам ссуды на строительство, а со временем создал и управление по частным кредитам, которые можно было оформлять под различные инвестиционные проекты. В 1990 году у шейха Зайда появились проблемы со здоровьем, и Халифа взял на себя роль правителя, хотя официальным оставался его отец. Так продолжалось около десяти лет, пока в 2004 шейх Зайд не скончался, после чего шейх Халифа официально стал президентом ОАЭ и эмиром Абу-Даби и занимает эти посты до сих пор. Помимо высокопоставленной должности, мужчине в наследство перешло и богатство отца в размере 20 миллиардов долларов. После избрания президентом шейх Халифа запустил свой первый стратегический план, направленный на достижение сбалансированного развития ОАЭ. Для его реализации было выделено 16 миллионов дирхамов, что по нынешнему курсу составляет более 4 миллиардов долларов, которые были направлены на развитие инфраструктуры отстающих Северных Эмиратов, и менее чем за 10 лет там было построено 24 порта, госпиталь, 2000 зданий социального значения, несколько автомагистралей, перекрестков и туннелей. Во внешней политике шейх Халифа проявил себя как отличный дипломат, выступая сторонником сотрудничества и дружбы между государствами. Правитель неоднократно оказывал помощь нуждающимся в более чем 70 странах мира. Вот только несколько примеров. После цунами в Индийском океане в 2004 году и землетрясения в 2005 году он предоставлял финансовую поддержку для народов Пакистана и Индии, а в 2015-м одобрил передачу продуктов питания и медикаментов в объеме 8 тысяч тонн для нуждающегося народа Йемена. Ко всему прочему, шейха Халифу считает прозападным модернизатором. В 2011 году ОАЭ поддержали НАТО в военной интервенции в Ливии против Муаммара Каддафи для восстановления международного мира и безопасности. Однако свержение диктатора не привело к установлению демократии и до сих пор идут споры о том, были ли эти действия благими. Народ Эмиратов уважает шейха Халифу за то, что он продолжил курс отца, направленный на улучшение качества жизни обычных граждан. Например, в 2005 году президент подписал указ о повышении зарплаты для госслужащих в два раза, а в 2012 году за счет государства построил 12,5 тысяч домов для эмиратовцев, чье жилье было возведено до 1990 года. Также шейх Халифа создал фонд урегулирования долгов, направленный на списание задолженных граждан перед банками. Особое внимание правитель уделяет науке и образованию. С 2007 года педагогам с инновационным подходом к обучению выплачивается премия Халифы, а в 2015 из бюджета было выделено 80 миллиардов долларов на развитие новых технологий, чтобы подрастающее поколение не зависело только от нефтепромышленности. В январе 2014-го шейх Халифа перенес инсульт и экстренную операцию, после которой его состояние стабилизировалось, но от государственных дел политик все же немного отошел. С того времени фактическим правителем Абу-Даби и президентом ОАЭ стал его младший брат и наследный принц шейх Мухаммад. Несмотря на это Халифа продолжает держать власть в своих руках, и в 2018 году Форбс включил его в список самых влиятельных людей мира. Практически всю свою жизнь наш герой посвятил политике, но все же в перерывах между государственными делами он уделял время своим увлечениям. Как и его отец, Халифа любит соколиную охоту и рыбную ловлю, увлекается конными скачками и верблюжьими бегами, а также интересуется литературой, особенно поэзией. В родных Эмиратах правителя высоко ценят, в прямом и переносном смысле, ведь в честь него было названо самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа высотой 828 метров, а это 163 этажа. Строительство небоскреба обошлось эмиру Дубая шейху Мохаммеду в 20 миллиардов долларов. Примечательно, что изначально здание планировали назвать Бурдж-Дубай, однако после того, как Абу-Даби выделил Дубаю 10 миллиардов долларов для погашения долгов, пришлось поменять название. Вообще, для героя нашего выпуска деньги не проблема. Шейх Халифа считается одним из самых богатых правителей в мире. На сегодняшний день его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов, а общая сумма сбережений членов семьи достигает 150. Эмир Абу-Даби контролирует 98 миллиардов баррелей запасов нефти, а активы его инвестиционного управления превышают 875 миллиардов долларов, что является рекордной суммой в мире, которой управляет глава государства. Богатство шейха позволяет ему жить роскошной жизнью и удовлетворять все свои прихоти. Поговаривают, что правитель даже не знает точного количества объектов недвижимости, которыми он владеет. Основной резиденцией шейха является дворец Каср-Аль-Ваттан в Абу-Даби, где проходят все официальные встречи правителя. Резиденция была возведена в 2015 году, а в 2019 ее двери открылись и для туристов. Белоснежные здания, фонтаны и сады расположены на участке в 150 гектар, и помимо семьи шейха там проживают семьи вице-президента и наследного принца. Дворец поражает своей архитектурой, уникальным орнаментом на стенах и эксклюзивными люстрами на потолках. Чтобы его посетить, необходимо приобрести билет и пройти тщательный досмотр. Ведь на территорию резиденции нельзя попасть даже с бутылкой питьевой воды. Внутри можно прогуляться по вестибюлю, медиазалу для пресс-конференций, большому залу, который считается сердцем президентского дворца, холлу, залу с подарками президенту от иностранных гостей, залу заседаний, комнате для официальных встреч и банкетному залу на 300 персон. Известно, что для сервировки всех столов для банкета уходит 149 тысяч столовых приборов из костяного фарфора. Также во дворце можно посетить Дом знаний, небольшой музей, в котором представлены древние книги, музыкальные инструменты и макеты зданий. На второй этаж резиденции ведут эскалаторы, но для туристов туда вход запрещен. Покупать целые дома для того, чтобы остановиться там только на одну ночь – обычное дело для президента ОАЭ. Ведь он на дух не переносит отели. Однажды он попросил своего агента выбрать ему особняк в пригороде Вашингтона и выделил для этого 25 миллионов долларов. У монарха было всего одно требование – в здании должна была находиться подземная парковка, чтобы он смог выйти из своего пуленепробиваемого автомобиля и попасть в дом незамеченным. А вот в особняке в Мадриде Эмир никогда не был, хотя недвижимость была куплена около 20 лет назад. Поговаривают, что бытовая техника на хозяйской кухне до сих пор покрыта целлофаном. За состоянием виллы следят 15 человек и обходится это халифи в 560 тысяч долларов в год. По словам прислуги, единственным посетителем заброшенного особняка был сын шейха, однако и он там даже не заночевал. Отдыхать правитель больше всего любит на Лазурном берегу. На юге Франции у него есть роскошная вилла с видом на Канны стоимостью 38 миллионов долларов, которая тщательно скрывается от посторонних глаз. На пляж он спускается на собственном фуникулёре. Также у него есть резиденция во французском Антибе и огромный особняк на берегу Женевского озера в Максии-Сюр-Лиман. Известно, что в 1995 году шейх купил за 2 миллиона долларов земельный участок площадью 27 гектаров на Сейшельских островах, на котором со временем возвел семиэтажный особняк. Однако здесь не обошлось без скандала – канализация здания загрязнилась, и нечистоты заполонили систему водоснабжения и реку-деревушки, расположенную рядом со дворцом. И чтобы, так сказать, загладить вину, шейху пришлось выплатить по 18 тысяч долларов каждому жителю деревни и 7 миллионов долларов государству. Больше всего поражает портфель недвижимости шейха в Лондоне. По некоторым данным, халифы и связанные с ним компании владеют более чем 140 зданиями в элитных районах Лондона на сумму более 1,7 миллиарда долларов. Интересно, что во владении шейха есть и особняк, принадлежавший ранее Джону Леннону. Правда, по словам очевидцев, новый хозяин превратил дом в мраморный дворец, украшенный золотом. Но все же самым роскошным британским имением считается особняк XVIII века Аскот Плейс, который раскинулся на 160 гектарах земли. Халифа купил его в 1989 году у Мика Фликера, наследника империи Мерседес-Бенц, за 23 миллиона долларов. На территории имения находится большое озеро и грот, а по соседству расположился Виндзорский дворец королевы Елизаветы. После покупки правитель решил построить на участке 150 пятикомнатных коттеджей стоимости по 2,5 миллиона долларов. Однако местные власти выступили против и не выдали монарху разрешение на строительство. Тогда шейхалифа затеял ремонт и первым делом установил в резиденции баки, куда прямиком из французских Альп доставляют минеральную воду. Она бьет из фонтанов и используется для бассейна. Несмотря на то, что в Аскотплейсе шейх останавливался лишь однажды и то на полдня, воду продолжают стабильно доставлять в резиденцию. В свое время глава Эмиратов приобрел в Лондоне особняк за 6,3 миллиона долларов, только для того, чтобы отпраздновать свой визит в страну. Соседние дома также были куплены для размещения в них гостей. Известно, что шейх берет с собой в поездки как минимум 100 человек-прислуги, включая персонального барбера, который следит за бородой главы государства. Также за границей халифа питается исключительно продуктами, привезенными из ОАЭ. Отдыхать арабский лидер любит не только на курортах, но и на своих яхтах. Одна из них – Азам, длиной 180 метров и стоимостью 620 миллионов долларов, еще несколько лет назад считалась самой большой в мире. Эта яхта может легко разгоняться до скорости 55 км в час, а бак вмещает столько топлива, что можно совершить кругосветные путешествия, ни разу не заходя в порт. На судне могут спокойно разместиться 36 гостей, которых обслуживают 500 человек персонала, и обходится это правителю ОАЭ 60 миллионов долларов в год. Известно, что стиль, в котором оформлены внутренние помещения судна, близок к стилю времен правления Наполеона Бонапарта. Однако делиться снимками с общественностью эмир Абу-Даби не спешит. Также шейху принадлежат еще два больших корабля – яхта «Яз» длиной 141 метр и яхта «Тапаз» длиной 147 метров, которая оборудована джакузи на палубе, двойными посадочными площадками для вертолетов, что можно увидеть на немногочисленных снимках. А еще спрятаны от посторонних глаз бассейн, фитнес-зал, кинотеатр, большой конференц-зал, гараж для тендеров, парусных судов и прочие удобства. Страсть к водным видам транспорта присутствует и у других членов семьи Альна Хаян. Например, его братья владеют яхтами Рабдан, Мария, Дельма, а сын султан – судном Мунлайт-2. И это только малая часть материальных ценностей главы ОАЭ и членов его семьи. Такое расточительство шейха-халифы не могло оставаться без внимания общественности, в результате чего несколько лет назад бывшие управляющие подали на правителя в суд занят целесообразную трату государственных средств на покупку объектов недвижимости в Великобритании. Однако высокий суд Лондона обвинение снял, ведь официально этими дворцами владеет младший брат шейха Мансур – владелец футбольного клуба Манчестер-Сити, а сам же халиф имеет к ним лишь косвенное отношение. А считаете ли вы такое решение суда справедливым? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного!